При выращивании рассады в парниках нашей конструкции мы сеем семена на рассаду за 1,5-2 месяца от момента посева до высадки готовой рассады в открытый грунт или за те же 1,5-2 месяца до начала массовой торговли рассадой на рынке. При выращивании по разработанной нами технологии выращивания 1,5-2 месяца вполне достаточно для получения стандартной торговой рассады помидоров, томатов, сладкого и горького перцев, баклажанов, белокочанной, цветной и краснокочанной капусты, а также базилика. Конкретные сроки, месяцы, дату посева семян на рассаду определяем в зависимости от наших целей, погоды, климата и наших возможностей и ресурсов. Да, именно возможностей и ресурсов, потому что необходимо здраво оценивать, хватит ли сил, знаний, опыта и материального оснащения, чтобы не только спасать рассаду от гибели в течении тех самых 1,5-2 месяцев в экстремальных климатических условиях вроде наших, но и чтобы рассада нормально росла, развивалась и вырастала здоровой и полноценной, способной давать хороший урожай. Для примера, так выглядит наш урожай сладкого перца сорта Меутский, на кустах выросших из беспектировочной рассады. Это урожай баклажанов сорта Рубин, из такой же посевной рассады. Это вот все один кустик. Вот низкорослые кусты томатов сверхраннего сорта Ультра. Сверхранние томаты. Плоды даже бывают среднего размера, ну такие вот где-то, вот такие вот. По крайней мере первые из этих вот сверхранних ультраплоды, пожалуй, самые такие крупные. Вот наглядно куст сверхраннего помидора. Он, конечно, уже умер, этот кустик, но свой долг он выполнил. Столько помидорчиков. И один из сборов урожая помидоров сортов самых разных сроков созревания. А это урожай поздней капусты гибрида Агрессор Ф1. В этом году посадили капусту реже, и она сразу выросла крупнее. И вот для меня она даже крупновата. Ну, придется, допустим, варить борщ, и сразу каких-нибудь котлет капустных. Ой, тяжелая. Я одной рукой не подниму. Когда съемки, то да. Кстати, позднюю капусту мы иногда выращиваем и по безрассадной технологии. Сразу из семян и без парников. Мы уже показывали об этом фильм. Вот пример нашего урожая безрассадной поздней капусты. Ну что, это нормально капуста-то. Да. Выше крыши, два ряда, две полки. Да, в общем-то, получается не хуже, чем с поздней капустой из рассады. Это облатная должность брать капусту к лаванске дрожь. Очень трудная работа. Насчет цели в плане сроков все довольно просто. Напоминаем, наш регион Ростовский, Луганские степи. И конкретно для нашей местности в нашей семье принято сеять в барняки семена на рассаду. Томатов, перцев, баклажанов, капусты, базилика. Всегда в первую неделю апреля. Если это посадка рассады на продажу. То есть для сезона, когда большинство людей массово покупают и высаживают рассаду в наших краях. В этом случае сроки посадки именно предельно четкие. Потому что если посеять позже, рассаду уже не продать. Потому что она не успеет вырасти. А если раньше, вытянется, перерастет. Будет не товарно. Массовая торговля рассадой в наших краях обычно длится всего полмесяца. Во второй половине мая. А в более ранние сроки массово рассаду в наших краях вырастить в парняках чисто на солнечном обогреве слишком сложно. Даже с применением дополнительных укрытий. Поэтому если и сеем рассаду раньше, в марте, то уже с риском и чисто на посадку для себя в небольших количествах. В этом случае все зависит от наличия эффективных укрытых материалов. И от возможности заниматься спасательными работами буквально каждый день и в любое время суток. Да, как говорится 24 на 7. Это занимает немного времени в день. Но может выматывать довольно сильно, если морозит, к примеру, ежедневно на протяжении 1-3 недель подряд. Учитывая, что снег постоянно идет, нужно следить и время от времени разметать. Мы выращиваем именно беспикировочную посевную рассаду массовых сроков высадки. Все пересисленные выше культуры в нашей семье обычно выращиваются через рассаду именно с прямым посевом семенами в землю в парняках. По разработанной нами технологии, подходящей в том числе для массового выращивания рассады на торговле, чем мы и занимались в далеком прошлом. Это пример парниковых рассадных площадей нашего участка тех времен, в рассадный период сезона. До получения 2-3 других урожаев продукции других культур или их форм с той же самой площади. Мы ведь занимались интенсивным земледелием. Все фильмы о нашей пошаговой технологии массового выращивания рассады уже опубликованы. Начиная от изготовления парников, подготовки семян и посева, ухода до и после всходов. И вплоть до подготовки рассады к высадке или на торговле. Именно рассаду для себя у нас в марте не всегда получается посеять. Например, если снег лежит до начала апреля. 25 марта у нас идет снег. Есть у нас и метод быстрого сгона снега под грядку. Мы показывали. Прошли примерно сутки в следующий день. Результат посыпания снега пылью. Вот где посыпали, все уже растаяло и скоро будет подсыхать. А там снег везде. Но даже если нет снега, погода может быть вовсе не рассадной в марте. В принципе. Мы как-то уже показывали на примере нашего фильма про оборонование участка при первом выходе на огород. Когда получилось выйти лишь в конце марта. И попутно наглядно рассказывали и о замерах температуры воздуха почвы для принятия решения. Пора ли сеять рассаду в парники. Или вообще что-либо другое. Сеять в открытый грунт. Нормально уже не замороженное. Можно шкрести. Можно где-то в глубине там. Но это уже все ниже слоя, который обрабатывать нужно. Но это уже утро полдевятого. Но понятно опять все замерзло. Так что тепла пока нет. И вот нас часто спрашивают. При какой же температуре сеять парники? Ну вот такой вот нелегкий ответ. Когда диапазон температур за день порядка 30 градусов. То есть от минус 12 до плюс 15, плюс 20. Вот и при какой температуре сеять рассаду в парники? Мы сеем в этом случае при такой температуре, при которой получается парники защитить от промораживания почвы как минимум. Не раньше. Ну из нашего опыта мы знаем, что от кратковременных заморозков мы можем, скажем, до минус 14 даже спасти. Но это кратковременно. Если всю ночь даже минус 1, минус 3, оно проморозит, оно все в любом случае. Надо чтобы был, ну утром там 2-3 часа, если морознуло, это уже не проблема, конечно. А если вот так всю ночь с вечера холодно, это такой посев это большая проблема. Это уже надо какое-то отопление думать. Там, например, те же бутылки с горячей водой класть, парафиновый теплоаккумулятор или что-то еще думать. Или биологический обогрев делать, закапывать там траву, навоз там именно под грядку саму. Ну мы обычно справляемся с солнечным обогревом. И с начала апреля где-то обычно уже это достаточно стабильно. Но если в марте, там уже риск, потому что еще в начале апреля даже бывает с них высыпает. Мы показывали. Любые культуры, даже самые холодостойкие, вроде той же капусты, моркови, лука, тоже нет смысла сеять. Учитывая, что они попросту не будут прорастать. Поскольку даже им нужно хотя бы 2-3 градуса для прорастания. А их попросту пока нет. Да, они днем прогреваются, но ночью опять замерзает все. Смысла нету пока сеять. То есть ночью вот ему замерзло, днем оно вот так растаяло. И ночью опять оно замерзнет. Ну обещается вроде как потепление там градуса на 4. Но дело в том, что в прогнозе вот уже на следующий день там 0, потом плюс 1, плюс 2, плюс 4. Но по факту вот на эту ночь у нас было в прогнозе минус 4, минус 3. А было минус 12. Вот так вот. Поэтому когда там показывает 0, мы знаем, что может быть где-то минус 5, минус 10. Это уже просто из-за того, что у нас большая впадина, километров 10. Низина такая шириной. Поэтому здесь холодный воздух застаивается. И мы знаем, что для региона в целом может быть уже и тепло. Но именно у нас конкретно, здесь в местности, это еще очень не скоро будет все. Все это тепло. И деревья распустятся не скоро. На неделю раньше где-то вот. Даже километров в двух от нас, просто чуть выше по склону, уже деревья на неделю раньше могут распуститься. Абрикосы те же. При таких температурных перепадах, как там в фильме, от плюс 23 градусов днем до минус 12 мороза ночью, имеет смысл разве что сеять в тепле в доме, в горшках на подоконниках, в отапливаемых теплицах, оранжереях и так далее. Но в нашем случае проще немного подождать до начала апреля. Пока что за треть века нам всегда удавалось посадить рассаду не позже первой десяти дневки апреля. Даже если бывало выпадал снег после посева рассады. В общем-то он быстро таял. Проблем не было. Спасать получалось. Впрочем, снег в апреле у нас пока редкость, поэтому сроки посева семян на рассаду менять не планируем. Но конечно же, при более серьезных изменениях климата будем приспосабливаться. Земледелие требует гибкости. По этой же причине мы не практикуем посевы в жестких рамках лунных календарей или народных примеров. Здесь это не работает. По факту. Треть века назад, да, мы экспериментировали, проверяли эффективность лунных календарей. Но по факту получалось хуже, чем при ориентировании по обычным критериям. Температуре, влажности, времени, желанию, возможности и конечно по базовым правилам агротехники. Лунный календарь в наших краях слишком слабо совпадает с погодными условиями и системой в целом. Часто из-за лунного календаря упускали единственные дни, по факту наиболее подходящие для посадки, уборки. Соответственно с потерями урожая. Больше лунный календарь не практикуем. Горшечную рассаду мы не выращиваем. Хотя четверть века назад пробовали и горшечную выращивать, зимой на подоконниках. А парниковую можно конечно тоже сеять хоть в декабре или феврале-январе. Особенно если теплый регион. Но ведь у нас в это время и до минус 20-30 мороза еще бывает. Или снег полметра, или земля периодически промораживается. Даже если сравнительно тепло днем. А при ниже минус 15 мороза, даже если это лишь кратковременные заморозки, мы пока еще не спасали рассаду в парниках. По хорошему для таких температур уже необходимо дополнительное отопление. Солнечного отопления не хватает. Да, можно ставить теплицу, топить углем, газом, электричеством, закладывать биотопливо в почву и так далее. Для нас в прошлом это было нерентабельно. А сейчас в качестве хобби нет желания. Для себя нам вполне хватает парниковой рассады и мини парников с простейшими дополнительными укрытиями. Даже при заморозках всю весну. Ну и немаловажный момент для случая посева рассады в доме зимой. Ведь тогда рассада получается готова к высадке продажи уже в марте-апреле. Если ждать дольше, попросту перерастет. И не только сверхранние сорта томатов, вроде москвича, ультра, отрадного, амурского штамба. Которые при 10-15 сантиметрах от земли уже бутоны цветами пускают. Сверхранние помидоры в открытом грунте уже цветут. Их бы тем более давно надо в открытый грунт высаживать. Даже раньше более поздних сортов, чтобы нормальный урожай получить успеть. А у нас в это время заморозки до минус 10-15. И всю весну случается периодически. Бывает подряд 1-2 недели, морозит по ночам. То есть постоянно спасать пришлось бы. Такие холода даже капуста не выдерживает без укрытий. Но есть же разница по трудозатратам. Закутать дополнительно покровалом 1-2 метра мини-парников. Или целую плантацию пытаться спасти. Грунтовых посадок открытого грунта. Массовой торговли в это время еще нет. Она не раньше середины мая. Когда большинство людей в наших краях начинают теплолюбивые растения в открытый грунт высаживать. Хотя конечно есть и те кто выращивает в теплицах ту же раннюю капусту. Люди выносят рассаду на рынок. И в начале мая, да и раньше. Есть и те кто настолько рано приходит покупать рассаду конечно тоже. Капуста это холодостойкая культура. Но сильный мороз без человеческой заботы не выдерживает. Разница кардинальная. Спасать капусту которая и порядка минус 8 всю ночь сама выдержать может. Или помидоры которые и при 0 градусов погибнут если успеют промерзнуть. Да и местность у нас с разным рельефом. Здесь конкретно у нас обширная низина. Вечер 16 мая. Как всегда в период таких майских заморозков. Соловьи заливаются. А мы защищаемся от температурных аномалий. Больше всего переживали за этот парник. Он самый маленький. Меньше всего объем воздуха в нем греется. Здесь пленка касалась даже листьев. Вот льда кусочки. Возможно тут немножко листья конечно прихватило. Вот это вот с краю где пленки касалось. Ну а дальше все нормально. Тут вот прям лед на листьях. Думаю нормально будет и этому кусту. Переживет. Ничего такого. Да тут вот с краю где тряпки не было. Лед. Давно там дальше. Выше тоже лед. Но земля не успела проморозиться. Растения тоже не успели. Выжили. Наверное градусов 10 мороза было все-таки. Расслед даже внутри. Да вот тут лед изнутри. Ну и вот это все к вопросу о том какую температуру оптимальную нужно поддерживать в парниках. Как получится. Если получится выше нуля когда сильный мороз. Значит растения выживут. Вот такую и нужно. Ну а ниже нуля уже все погибло бы. Часто наших заморозков нет уже буквально в одном двух километрах от нас. Чуть выше по склону. Там уже заметно теплее. Поэтому за рассадой в ранние сроки идут на рынок прежде всего люди из мест где теплее нежели в низинах. Конечно же можно сеять рассаду и в другие сроки. Собственно если не на торговлю чисто для себя то можно сеять все на рассаду не только раньше но и с большим запаздыванием. Высевая даже на рассаду в открытый грунт. Без парников вовсе. Когда уже теплая почва. И начинать рассаживать не дожидаясь стандартного торгового размера конечно. Для себя можно рассаживать рассаду даже очень мелкую. Буквально сразу после всходов. Начиная с фазы открытия семидолий. Буквально. Когда уже вполне получается растение удержать пальцами. По сути пикируя. Но не в парник а в открытый грунт. Любая пересадка это ведь и есть в сущности пикирование. Даже прищипывать часть корня не надо. Обычно часть центрального корня и так повреждается. И хорошо ветвится после пересадки разрастаясь в стороны. Кстати мы уже показывали и вариант как подобное сделать не вынимая рассаду из земли. Чтобы одновременно задержать в росте. Но с серьезным возрастанием корневой системы. Такие вот получаются корни у рассады капусты через 1-2 недели после подрезания скобой. Видно какие отличные корни получились после подрезания. Красота. Почти горшечная рассада. Разумеется в плане предельных сроков запаздывания с посевами. Ключевой критерий продолжительность безморозного сезона в конкретном регионе климате. И насколько долго получится этот период растянуть за счет парников или дополнительных укрытий. Для примера у нас гарантированная продолжительность безморозного периода даже меньше 3 месяцев. Потому что бывают заморозки и в начале июня и морозит уже с началом сентября. При этом продолжительность огородного сезона у нас получалось растянуть. И на 9 месяцев. В годы когда от этого прямо зависело выживание семьи. Ну и в плане поздних посевов теплолюбивых культур. Например мы как-то сели помидоры в грунт аж в июне и июле. Без рассады. Сразу на постоянное место. Чтобы успеть вырастить семена новых для нас сортов. К посеву на торговлю рассадой. Уже следующей весной. И да, получалось. Даже если дозревали плоды потом уже в теплом доме. Но получалось. Томаты, капусту сеем замоченными до набухания и подсушенными до сыпучести семенами. Покупные семена, изначально обработанные цветными протравителями на уровне производителя семян. Например, тот же агрессор F1. Не замачиваем. Сеем сухими семенами. Базилик сеем без замачивания. Иначе семена слипаются. Перец и баклажаны сеем обязательно с предварительным замачиванием и проклюнувшимися семенами. Иначе могут не успевать к высадке торговли. Из-за потребности в большей температуре прорастания. Если что, вот температура прорастания некоторых культур. В виде таблицы. При более низких температурах растения просто не прорастают. Можно, конечно, выращивать и вовсе без рассады. С прямым посевом в открытый грунт. Без дополнительных защитных укрытий. Если позволяют растения погода цели. Разумеется, при этом желательно учитывать минимальную температуру прорастания семян каждой культуры. И теплолюбивость, холодостойкость. Раньше нужных температур в почве или в воздухе или их искусственного создания. Просто не имеет смысла сеять семена. Разве что для того, чтобы накормить семенами почвенных вредителей. Капусте, к примеру, хватит и плюс 2-3 градусов Цельсия на глубине посадки. Чтобы прорасти, укорениться и взойти. А баклажанам, перцу и плюс 20 может оказаться мало для прорастания. Разве что довести их сначала до проклевывания в тепле в доме. Мы уже показывали, как быстро прорастить семена до проклевывания в тепле дома. А заодно и проверить процент всхожести семян до посева. Чтобы потом не кусать локти, ухаживая 2 рассадных месяца, а то и весь сезон за практически пустым огородом. Помимо пересесленных выше культур растений, мы выращиваем в парниках и другие. Которые тоже сеем в парники семенами в те же сроки, когда сеем и семена на рассаду для себя. Например, огурцы и кабачки мы сеем тоже семенами и тоже в парники. Но сеем их сразу на постоянное место, где они растут весь сезон до самой осени. Кабачки в парнике растут. Вот это вот нашел не сходя с места. Явно тут надо пройтись по этому участку. Всего 3 метра грядка огурцов, но тут их собирать и собирать. Началось кабачково-огуречное безумие. Слишком много мы не справляемся. Оставили для соседки. Разве что иногда рассаживаем получившуюся парниковую рассаду огурцов и кабачков. На большую площадь, уже в открытый грунт, за пределами парников, где-нибудь рядом. Огурцы тоже бушуют. Нормально, скоро можно будет прорывать. Сейчас будем рассаживать вот эти огурчики. Не будем садить семенами в этом году. В парничочки они взошли очень густо. И сейчас лишнее повыдираем и посадим рядом рядочек. Что там, достаточно влажной земли? Ну, может быть чуть-чуть бы получше, но ничего, сейчас полью. Растет у нас в парнике и батат, но его мы сажаем пророщенными в доме клубнями, чтобы в парнике получить полноценные черенки для рассаживания на большую площадь в открытом грунте. Для получения урожая, вроде вот этого на экране. Другие же растения, те же теплолюбивые, кукурузу, тыкву, дыню, мы выращиваем без рассады и без парников. Сеем сразу в открытый грунт. Хотя в наших условиях бывает, приходится и их спасать от заморозков. Поэтому сроки посева для тех культур подбираем так, чтобы по возможности хватало температуры в почве. Но и чтобы всходили они в период, все-таки когда заморозки уже бывают редко, не каждый сезон. Чтобы спасательных работ, вроде таких, как на экране, не проводить вовсе. Или хотя бы как можно реже. Вот и все. Если видео и информация понравились, полезны, ставьте лайки. И подписывайтесь на наши каналы и на ютубе, и на дзене. Чтобы сразу узнавать о выходе новых видео. И делитесь с друзьями удачи и отличных урожаев. С вами были Татьяна и Евгений Гордеевы. А если у вас есть опыт земледелия? Пишите в комментариях, поделитесь опытом. Ведь наши фильмы смотрят люди из 130 стран, комментируют и читают. Если и вы поделитесь в комментариях собственным опытом, упоминая регион, условия и особенности выращивания, это поможет всем легче ориентироваться, понимать и успешно применять новый опыт в своих условиях, несмотря на климатические аномалии. Заранее спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok